Приветствую всех, многоуважаемые коллеги. Отдельный привет тем, кто со мной уже второй раз, кто был свидетелем моего первого вебинара, посетителем моего первого вебинара. Надеюсь, что первый блин был не комом, и вы почерпнули для себя что-то полезное. Сегодня тоже будут полезности. Я надеюсь вдохновить вас, как-то сподвигнуть, применять их в своей работе. Или подумать в этом направлении. Вообще, тема нашей сегодняшней встречи – новые форматы изучения иностранного языка, помощь учащимся в новой реальности. Я бы даже сказала «скорая помощь», поскольку постоянно меняющаяся ситуация заставляет нас действовать быстро, оперативно, реагировать незамедлительно. Тема очень обширная, очень глубокая, поэтому охватить ее в рамках одного вебинара невозможно. Я составила список литературы, краткий список. Там есть один источник, который прям очень исчерпывающе описывает эту тему, в частности, тему смешанного формата изучения английского языка. Это источник на английском языке. Если кто-то является преподавателем английского языка, я думаю, для них это будет особенно интересно. К сожалению, недоступен для скачивания, но сохранить эту книгу на Яндекс.Диск или на Гугл.Диск вы вполне сможете. Итак, кто с нами впервые, я кратко еще разочек представлюсь. Я работаю методистом ресурсного центра, я разрабатываю курсы английского языка в различных направлениях. Это и техническое направление, и IT-направление, и английский для подготовки к экзаменам, и английский для младшей и средней школы, и даже английский для искусствоведов. Есть у нас и такой курс. Я о нем рассказывала в одной из рассылок, по-моему, это было в октябре. Достаточно редкий и интересный курс. Поэтому, кто заинтересуется, переходите на сайт нашего ресурсного центра и изучайте. Там все доступно по авторизации. Авторизоваться достаточно просто. Итак, давайте теперь перейдем уже непосредственно к теме, почему она актуальна. Я сделала такой небольшой исторический экскурс, который, я думаю, так все помнят, да, все мы являемся свидетелями этих событий. 2020 год. Пандемия. Неожиданно все оказались в совершенно новых реалиях. Все получили, скажем так, такой шоковый укол. Нужно было спешно вводить этот самый пресловутый дистант. Быстро регистрироваться где-то, быстро решать технические моменты, быстро ориентироваться. Это, несомненно, явилось таким стрессовым фактором как для преподавателей, так и для студентов, которые в тот год часто мне говорили, вот мои студенты, мои ученики часто говорили мне о том, что мы не понимаем, насколько это долго. Мы существуем в подвешенном состоянии, в неопределенности, когда мы уже выйдем заниматься очно. С другой стороны, нам нравится дистант. В общем, были такие двоякие мнения на этот счет, скажем так. Стресс, неопределенность, несомненно, присутствовал. Далее, не успели отойти от пандемии, не успели мы ее как-то обуздать немножечко, да, мы оказались в условиях беспрецедентного давления. Санкции, ограничения. В частности, на преподавателях иностранного языка и на всех тех, кто интересуется иностранными языками, сказалось это следующим образом. Ушли с нашего рынка мировые издательства, такие как Penguin, Macmillan, Oxford, Cambridge University Press. Соответственно, стали недоступны многие их онлайн-ресурсы, стали недоступны учебные пособия. Их внезапно оказалось катастрофически мало, и цены на них взлетели до небес. Масса других сервисов оказалась недоступна россиянам и белорусам. Ну, что я рассказываю, думаю, все так прекрасно все понимаете и знаете. Вследствие чего образовался такой, скажем так, провал небольшой, да, такая пропасть, когда перестало хватать учебных пособий, стали спешно искать им замену, опять пришлось быстро ориентироваться. И если брать еще, помятое о дистанте, да, о пандемийном годе, то там пришлось всячески изворачиваться, чтобы совмещать два формата. Очный и заочный. Оффлайн и онлайн. Много-много было сомнений, вопросов и стрессовых моментов по этому поводу. Именно поэтому я и заинтересовалась темой нового смешанного формата в изучении иностранного языка, как взять плюсы и от оффлайна, и от онлайна, как совместить дистант, аудиторные часы, как оптимизировать, распределить их по аспектам, да, чтобы все четыре аспекта, главные, это аудирование, говорение, грамматика, письмо, все у нас было охвачено, все было максимально глубоко задействовано. Я думаю, вы согласитесь со мной, что наша с вами общая цель – это двигать российское образование вперед, ставить его на достойный уровень, помогать нашим с вами ученикам осваивать все наиболее эффективно, быстро и с наименьшим стрессом. Со стрессом надо всячески бороться, надо не давать нам ему поддаваться. Думаю, все с этим согласятся. Если согласны, нажимайте огонечки, ставьте плюсы, мне будет очень приятно ваша реакция, поскольку я буду видеть, что это откликается вам, вот эта ситуация. Итак, давайте же, соответственно, перейдем к тому, чем мы можем помочь нашим студентам, нашим ученикам, как мы можем помочь им адаптироваться в этой новой реалии, в реальности. Первое мое предложение – это внедрение смешанного подхода. В чем он, собственно, состоит? Здесь на слайде вы видите фиолетовым цветом слева обозначены основные черты традиционного подхода, да, это когда мы занимаемся в аудитории, а слева с синим цветом, голубым, вернее, представлен подход, ну, дистант, в общем, да, онлайн-подход. И если переводить, да, вот то, что у нас написано на этих слайдах, ну, для тех, кто не владеет английский, да, давайте вот подробнее к ним присмотримся. В первом случае, да, то, что слева, это облегченное, персонализированное аудиторное обучение в сочетании с личным руководством, а также учебные пособия в поддержку и семинары. Я думаю, все узнали, это типичные компоненты традиционного аудиторного обучения. И справа у нас независимое, гибкое, таймли можно переводить двояко, либо ограниченное по времени, либо своевременное. И то и другое, согласитесь, неплохо. Виртуальное обучение, форумы, вебинары, онлайн-сообщества. Звучит современно и довольно интересно. Давайте рассмотрим второй компонент поподробнее. Что такое независимое и гибкое, я думаю, более-менее всем понятно. А вот ограниченное по времени, вот это вот таймли, я бы хотела прокомментировать. Насколько я это поняла, если вы не согласны, то я буду рада всем мнениям, альтернативам. Это значит, что когда мы ставим цели ученикам, формируем для них задачи, что они должны сделать, мы должны обязательно привязывать компонент времени. То есть к какому времени вы желаете, чтобы это было сделано. Когда в 2020 году учились на дистанте, некоторые преподаватели четко ставили временные рамки. И ученикам было проще ориентироваться. Они понимали, что, например, литературу надо сдать к 4 вечера, английский к 5. И, соответственно, они планировали свое время, как и когда они должны делать эти уроки. А преподаватели, которые не выставляли временного ограничения, ну, им, соответственно, и сдавали в любой момент, сыпались работой в 10 и в 11 вечера. Я думаю, ну, никому не интересно в такое время получать свои работы, задания от учеников выполненные. Как-то хочется уже отдыхать. Также я подсмотрела у многих коллег, они организовывали свои телеграм-каналы, какие-то закрытые онлайн-сообщества, где выкладывали задания, короткие обучающие видео, и таким образом сохраняли интерес и мотивацию к изучению своего предмета. То есть они оставались постоянно на связи. Поскольку наши дети привыкли общаться в Телеграме, многие присутствуют в ВКонтакте, в других мессенджерах, но это меньше. Самый популярный у них, конечно, Телеграм. Поэтому им, конечно, здорово, да, что преподаватель, вот наша англичанка Телеграм-канал создала, да, мы там все будем сидеть, там общаться, в том числе неформально. Ну и поскольку канал у англичанки, да, то будем и общаться по-английскому, стараться. Искать какие-то смешные анекдоты, мемы на английском языке. И таким образом и самому получать удовольствие от того, что вот ты нашел. И преподаватель видит, что у тебя есть интерес, ты мотивирован, да. Еще важный компонент – это гибкость. Гибкость – это то, что нам сейчас очень, даже вот критически и жизненно важно, да. Если вдруг какие-то новые обстоятельства, да, что может быть? Мы должны быть ко всему с вами готовы. Перейти на дистант, пожалуйста. Мы уже гораздо больше технически готовы, и морально, и физически, и технически, чем мы были в начале 2020 года, когда в марте это свалилось все, как снег на голову, да. Если сейчас вдруг обострение какого-то гриппа, да, вот сейчас говорят, свиной грипп идет, то мы легко, гораздо легче уже можем войти в этот формат и в нем оставаться. Дальше. Как бы пока все в общих чертах, я надеюсь, все понятно, как бы возражений не вызывает. Если углубляться, скажем так, что же это такое за смешанный формат? Это, я вот создала такую формулу, поставила знак равенства и два основных компонента. Это синхронное обучение и асинхронное. В моем личном понимании вот так выглядит идеал изучения иностранного языка. Мы в разных форматах изучаем иностранный язык, да. У кого-то студенты, у кого-то ученики на репетиторстве. И я бы сказала, что такое сочетание, оно будет идеально для тех, кто платит за аудиторные часы, для тех, кто учится платно. Им, конечно, хочется, чтобы то время, за которое они платят, было максимально эффективно использовано. Чтобы это не было какое-то чтение текста по цепочке, перевод, записывание новых слов, а было что-то более живое, интересное. Но в таком случае мы должны им сказать, что синхронная часть, это вот наша аудиторная часть, она является результатом работы, вашей работы по асинхронному компоненту. А синхронное обучение – это когда вы не встречаетесь с учениками в онлайне, вы даете им задание в дистанционном режиме к определенному сроку, но содержание этого задания должно быть таким, чтобы оно готовило к тому, что будет происходить в аудитории. На мой взгляд, это, ну, так выглядит самый оптимальный вариант и для учеников, и для преподавателей. Почему я так считаю? Сейчас разберемся. Такой вот смешанный или гибридный формат в сочетании синхронного компонента, аудиторного общения лицом к лесу face-to-face и асинхронного в удаленном режиме, в электронных вариантах работы сдаются, онлайн решаются тесты, присылаются в мессенджерах и так далее. Вот я думаю, что смешанный подход, да, он обязан взять все лучшее и от того, и от другого, поскольку и у синхронного компонента, и у асинхронного компонента есть свои сильные и слабые стороны, да, или, как сейчас принято говорить, узкие места, где есть место для возражений. Давайте попробуем помыслить в этом направлении, сделать так, чтобы взять только лучшее от этих двух компонентов. Так, первое, на что хотелось бы обратить внимание, это несомненный плюс – оптимизация аудиторных часов. Если мы на асинхронный компонент, то есть на удаленный момент, на удаленную часть, оставляем, скажем так, первичное ознакомление с материалом, подготовку к связанному устному высказыванию, да, к какому-то мини-докладу, может быть, да, подготовку к разыгрыванию диалогов, ситуации каких-то, да, подготовку к викторине, к игре, да, то получается, что мы такие аспекты работы, как чтение, да, и перевод, и, соответственно, первичная работа с вокабуляром, то есть ответьте на вопрос, найдите перевод слова в тексте, да, подставьте слово в предложение. Вот мы такие моменты оставляем на то, внеаудиторное время. А аудиторное мы отводим на то, чтобы разговаривать, обсуждать, вводить какие-то мотивирующие компоненты, реализовывать наставнические истории, да, но об этом поговорим чуть позже, да, здесь там тоже будет довольно-таки интересный материал и достаточно, на мой взгляд, неожиданные выкладки, результаты исследований, да. Применяя такой подход, мы можем усилить проектную составляющую. Насколько я знаю, от знакомых преподавателей требуют больше проектной работы по предмету, даже чтобы итоговая аттестация как-то была связана вот с проектной деятельностью в рамках их предмета. Пожалуйста, мы можем внедрить такой компонент благодаря оптимизации вот аудиторных часов, мы можем заканчивать изучение каждой темы, например, какими-то дебатами, мы можем провести викторину, или если конец темы совпадает с каким-то вот календарным праздником, почему бы не провести какое-то тематическое занятие по этому празднику, да. Вот я чуть позже поподробнее расскажу от таких вот занятий, которые проводила я, и материалы к этим занятиям я оставила для скачивания. Вдруг пригодится вам, если пригодится, я буду только рада. Так, такой подход, третий плюс, позволяет усилить реализацию вот мета-предметных связей. Да, тоже же везде требуется, прописывается, чтобы связи между предметами присутствовали. А почему бы не сделать экскурс в историю средневековья, скажем, да, изучая какой-то отрывок из произведений английской литературы. Почему бы вот не рассказать о том, что происходило в ту историческую эпоху, когда писалось это произведение, это стихотворение, да, когда жил этот писатель. Вот, пожалуйста, мы сделали экскурс в историю, да. Иногда у меня попадаются, вот в тех УМК, по которым я работаю, попадаются, скажем так, нон-фикшн материалы, то есть реальные вырезки из газет, которые рассказывают, например, один день из жизни пожарного. Вот, пожалуйста, мы там получили какие-то дополнительные фоновые знания о том, как работают пожарные, там, скорая помощь, какие-то другие экстренные службы, в Англии или в США. Вот, можно сказать, что экскурс в ОБЖ, но ладно, это будет не совсем так, немножко за уши претендует. Но с историей и литературой изучение английского коррелируется вообще просто прекрасно и на раз-два. И я думаю, что там, где ученик сам докапывается до чего-то, да, если мы даем ему такое задание, да, поискать, изучить. Если он-то что-то докопался интересного, нашел, он с удовольствием в этом доложит, расскажет, и потом еще достаточно долго его глазки будут гореть. Он будет хотеть к вам ходить, потому что было классно, было интересно. Вот такое вот занятие хотя бы раз в четверть устраивайте, Номанна Николаевна, и будет вообще все прекрасно, все будет хорошо, мы будем как шелковые. Я не говорю, что мне там ученики вот прям примерно таким прямым текстом, но по их реакциям я вижу. Я являюсь преподавателем в частной школе, в тульской школе, причем даже не совсем частным преподавателем. Я там занимаюсь дополнительным образованием, то есть помогаю детям подготовиться к Олимпиаде, провожу дополнительные занятия по английскому языку в углубленном формате. И поэтому я сейчас говорю, основываясь на своей повседневной рабочей практике. Так, что я еще хотела сказать? Важные моменты, которые нужно учесть. Еще раз скажу, что наиболее западающими компонентами являются у нас устная речь и аудирование. Ну, как по отзывам учащихся, и также по той обратной связи, которую я вижу в сообществе преподавателей, в онлайн-сообществах преподавателей. Поэтому, разрабатывая вот эту асинхронную часть, нужно учитывать, что подготовка должна идти именно к этому. Подготовка к устной речи. Как мы готовим к устной речи? Сначала, конечно, у нас будет подготовленная устная речь. То есть мы добавляем в нашу повседневную практику вопросно-ответные упражнения, какие-то поисковые чтения, просмотровые, заполнение пропусков, что еще возможно, какой-то extensive reading, дополнительное чтение, чтобы потом уже в аудитории говорить предметно на тему, свободно разыгрывать, быть готовым разыгрывать диалоги. То есть первичное освоение определенных языковых единиц по вашей теме должно быть пройдено. Также, развивая личную ответственность, повышая мотивацию, создавая ситуацию успеха, мы можем дать какие-то индивидуальные задания, подготовку, скажем, какого-то устного сообщения. Вот эти моменты нужно учесть. Также легко реализовать здесь страноведческий компонент в изучении иностранного языка, где вы сами можете подготовить какие-то краткие справки о том или ином языковом явлении или реалии, которая не имеет эквивалента, безэквивалентной какой-то лексики. Можно подготовить краткую справку, найти какой-то мини-фильм, или попросить ученика сделать короткую презентацию. Например, в школе, где моя дочка обучается в лице, и у них это очень принято, они бесконечно делают какие-то презентации. Касаемо английского языка, достаточно тоже хорошо работает. Приведу конкретные примеры из своей практики. Я его обозначила кейс, да, это модное слово сейчас. Решили провести стимулирующее занятие, приуроченное к празднику Хэллоуин. Где-то за 10-15 дней до урока я поставила им короткий клип и дала задание найти в этом клипе все символы праздника и выписать их на доске или в тетрадях, на английском языке, желательно с переводом. Дальше дала время достаточно на это задание. Да, вот повторюсь, 10-15 дней. В день урока уже мы смотрели это музыкальное видео, повторно этот клип. И они мне уже выкрикивали и переводили, прям моментально все рассказывали, показывали. Я подготовила план урока, который состоял практически из одних игр, из одних игр, конкурсов и так далее. Все они были привязаны к какому-то обычаю, связанному с празднованием этого праздника. Да, праздник для нас совершенно чужой, да, совершенно посторонний, да. Поэтому им было интересно в это все окунуться. Тем более еще такой возраст, они любят страшилки. В этом возрасте они любят страшилки. На доске чек-лист, то есть по мере прохождения каждого конкурса, испытания ставили галочку. Они с удовольствием сами ставили, им все очень нравилось. В конце такая, можно сказать, проектная работа сняли скример. Вот, поделюсь фотографиями, как все это было. Это все делали они сами. Я не заставляла, я не раздавала никаких заданий. Но вот я была просто тронута тем, как они тщательно все разрисовывали, как они готовились к этому, наряжались даже, и ходили в учительскую даже калейдовать, да, trick-or-treat делали. Было очень, как бы, весело, трогательно и поучительно. Так, дальше. В группе по подготовке к ЕГЭ проводила тематическое занятие, посвященное Международному женскому дню перед 8 марта. Была такая у нас игра-ходилка. Она тоже доступна для скачивания. Каждый выбирает себе ячейку, открывает и выполняет задание. Нужно либо порассуждать о каком-то вопросе, либо разыграть диалог на какую-то тему, связанную с праздником, или даже отгадать загадку. Вот видите загадки справа, да? Можно почитать, попробовать отгадать. Еще использовали для подготовки к устным сообщениям книгу. Я ее не включила, забыла, если честно, в список источников. Это Анастасия Иванова «Use your girl power». Вот могу показать. Вот такая вот книжечка. Там порядка 30 историй великих женщин, лечиц, писательниц, общественных деятелей. И причем материал аутентичный, да? Но столько грамматических, лексических комментариев. Так все разжевано было подробно, что не запомнить и не заучить было невозможно. Так, ваш корреспондент, участник ваших докладов по Медиа Академии. Так, хорошо. Так, понимаем. Так, дальше у нас. Что касается более, скажем, такой сложной сферы, да, касаемо обучения взрослых. Я сейчас поделюсь результатами исследований, которые были проведены среди студентов одного из южноамериканских вузов, которые изучали академический английский. Скажем так, результаты были достаточно неожиданными, особенно в той части, которая оказалась вполне предсказуемой. Там была секция, посвященная тому, почему студенты отказываются от этих курсов, почему они уходят с таких, вроде бы казалось, нужным их курсов. Да, и вот они, эти причины, да. Недостаток поддержки связи между оффлайн и онлайн. То есть, когда не выстроены четкие переходы от того, что мы делаем оффлайн и то, что мы делаем в аудитории. То есть, когда это не взаимосвязано, когда это не коррелируется по времени, да, какой-то рассинхрон идет, да. Дальше, вторая причина. Недостаточное использование бумажных носителей в чтении и в письме. Тоже достаточно, казалось, для меня неожиданно, потому что я всегда считала, что молодое поколение любит все делать в электронном виде онлайн. А тут оказалось, что недостаточное задействование бумажных книг, да, недостаточное количество заданий на письмо, которое сдается в аудитории от руки, да, это тоже их сподвигло отказаться уйти из таких курсов. И третья причина, ну, здесь неожиданности меньше, конечно, отрицание преподавателям компьютера как средство обучения языкам. Ну, то есть, когда человек от этого открещивается полностью, да. А какой мы из этого можем сделать выход, вывод? Что? Не надо перебарщивать, да. Не надо полностью уходить в электронный, да, формат, но и отрицать его важность, да, его нужность тоже, наверное, не стоит, да. Так, и здесь еще немножечко задержусь и скажу. Одним из недостатков вот этого онлайн, постоянного онлайн общения исследователи выявили это отсутствие взаимодействия между учащимися внутри группы. То есть, они переставали взаимодействовать между собой оффлайн. Насколько это актуально в вашем случае, в вашей практике, да, смотрите сами, да, примеряйте на себя. Но мне показался этот вывод, скажем так, немножко противоречивым. Потому что мы же можем их разбить на бары, да, мы можем дать им какое-то задание и поработать в мини-группе в паре. Они вполне могут это сделать без нас. Но исследователи сделали вывод, что взаимодействие снижается, и это повод бить тревогу, да, это повод, скажем так, почему нам надо со скепсисом смотреть на этот формат обучения. Как можно избежать этого, да, провала во взаимодействии, если все-таки придется оказаться в тех условиях, да, что полностью переходим на онлайн. На мой взгляд, помогут несколько тимбилдинговых практик за один курс, да, за один какой-то учебный период, использование онлайн-досок, на которых можно оставлять задания и работать в группах и в мини-группах. Также переход на южноамериканских, да. Они любят бумажные носители, европейские больше любят электронные. Да, возможно, соглашусь, да. Это вот, кстати, то ли в Колумбии, то ли в Чили проводилось это вот обследование, исследование, да. Вот результаты более подробно, они изложены, сейчас скажу, вот в одном из источников, который British Council за 2013 год. Это вот как раз вот из этой книжки, я с ней ознакомилась, и оттуда вот брала вот эти исследования, которые мне показались достаточно интересными. Возможно, с тех пор, когда проводились эти исследования, многое изменилось, и сейчас готовы все полностью на 100% переходить в онлайн. Ну, что касается вот того профессионального круга общения, который вот есть у меня, и лично моих учащихся, да, то они полностью на дистант перейти не готовы. От них есть запрос на онлайн-компонент, особенно я его использую в группах старшеклассников, которые готовятся к ЕГЭ. Как мы его там реализуем? В основном это создание тестов, я делаю либо это Google-тесты, либо квизлеты какие-то, да, на повторение изученного материала, либо просто прикрепляю готовые PDF-файлы, и они выполняют задания, закрепляют, мы не тратим время на писание никаких контрольных, не написание каких-то там тестов по теме. Все это делается в оффлайне. То есть я им сразу сказала, когда мы начинали курс, что вот этот компонент, он обязательно будет. Готовьтесь. Работу я разделила следующим образом. Полтора часа лекция, один раз в неделю, это по каким-то общим моментам. Это повторение грамматических тем, это стратегии выполнения тех или иных заданий, стратегии успешного выполнения, тайм-менеджмент на экзамене, заполнение бланков и так далее. На эти все орг-моменты, полтора часа в неделю, мы встречаемся, лекция. Дальше. У каждого из участников группы существует возможность онлайн-консультации один раз в неделю, по одному часу. Мы там какие-то индивидуальные моменты закрываем, слабые места, потому что все до 11 класса учились по-разному в разных школах и, соответственно, разный опыт имеет в изучении языка. И еще полчаса в неделю на решение тестов, исключительно онлайн, исключительно самостоятельно. Я даю обратную связь, либо это тесты с автоматической проверкой. Ну, я сочла такой формат достаточно эффективным, это не только мое мнение, об этом говорят результаты. То есть пока все, кто в таком формате учился, сдавали ЕГЭ на 80+. То есть каких-то вот таких очевидных провалов, даже со всеми пропусками, даже с праздниками, с каникулами, да, все равно это работало. Плюс я еще, конечно же, подключаю психологический настрой. Об этом тоже можно долго говорить. Как снизить стресс, потому что, к сожалению, в школах учителя нагоняют, могут назвать бездарями, что вы ничего не сдадите, вы же ничего не знаете, и вообще не сдавай ЕГЭ по моему предмету, ты меня позоришь, что мне испортишь статистику. Такое я, к сожалению, слышу регулярно. Чтобы вот это убрать, это тоже целая психологическая работа проводится. Скажем так, обесцениваем провал. Разыгрываем худший вообще сценарий, что будет, вот, и потом ищем из него выход. Смотрим, что даже и там есть альтернативы, и как бы человек уже потихонечку опускает эту ситуацию. Но это как бы лирическое отступление. Давайте перейдем ко второму способу, как мы можем ему помочь, это внедрение элемента наставничества в обучении. Я вот тут привела цитату, которая мне очень понравилась. Чтобы помочь другому человеку, не обязательно быть сильным и богатым, достаточно быть добрым. Я уверена, что среди нас много добрых и понимающих преподавателей. Вообще у нас существует достаточное количество методических пособий для наставников, да, и в них вы можете увидеть, каким огромным количеством нормативных документов и законов такая деятельность регулируется. но это скорее в том случае... Да, кстати, я эти источники включила в чек-лист, который тоже можно скачать и легко найти в интернете. К сожалению, там эти методички тоже недоступны для скачивания, но сохранить на Яндекс или Гугл Диск можно. Вот. Так вот, чтобы реализовать полностью этот компонент, да, официально ввести это наставничество полноценно, да, требуется соблюдать очень большое количество правил, норм, законов. А я решила посмотреть с другой точки зрения. А если вот именно вот внутри вашей деятельности, в конкретном классе, в конкретной группе, возможно, университетской, если попробовать вот так, да, то есть как бы двигаться к этой большой цели малыми шагами, да. Ну, вообще, наставничество, вот это вот понятие, да, возникло еще в Древней Греции, да, существовал такой наставник, ментор, да, отсюда и пошло вот это вот английское слово «ментор», наставник, да. Платон и Сократ проводили со своими учениками такие мировоззренческие, глубокие беседы. Много этим вопросом занимался Жан-Жак Руссо. В начале XX века можно отметить Ушинского, да, вот, в частности, он считал, что нельзя быть убежденным, что профессиональный опыт с лихвой компенсирует полное отсутствие теоретической подготовки. И здесь я с ним соглашусь, да, что теоретические знания, опыт должны дополнять друг друга, а не замещать. Почему именно вот в конце XIX, начале XX века произошел такой вот всплеск интереса к наставничеству, и наставничество оформилось в более-менее современном виде, да, это, опять же, обусловлено историческими факторами, да. Промышленная революция, вторая волна промышленной революции прокатилась по Европе где-то в 70-х годах, да, XIX века. В России немножечко попозже, да. И, но все равно, все равно стало, появилась огромная потребность в квалифицированных кадрах, появилась потребность поставить вот это вот ученичество, наставничество, да, на поток в большом-большом масштабе. Это реализовать системный подход к этой деятельности, да, и постановка вот этого, вот этой подготовки на поток была по силам только профессиональным педагогам. Поэтому, собственно, их и стали задействовать. Читая статью в моей любимой киберленинге, как раз о реализации наставничества в СССР, нашла два таких интересных факта, хотела с вами ими поделиться. Прообразы первых конкурсов профессионального мастерства, которые сейчас очень популярны, очень масштабно проводятся, появились еще в СССР в 1930-е годы. А сам институт наставничества в СССР просуществовал до 80-х годов. Потом по объективным причинам был утрачен. О нем надолго забыли. А сейчас с подачи нашего президента этот институт снова возрождается. Что мы можем сделать на своем уровне, если мы не педагоги-наставники, если мы не педагоги-организаторы, если мы обычные педагоги, репетиторы, но все равно желаем как-то реализоваться в направлении и помочь студентам. А примерно то же самое, что и наставники делают на большем масштабе. Выявлять талантливых и мотивированных детей, устраивая тематические конкурсы, игры, викторины, тесты. Помогать в профориентации. То есть рассказывать им о том, какие перед ними дороги открываются, если они решают пойти по вашей профессиональной стезе. Если они желают профессионально заниматься изучением и преподаванием английского или другого иностранного языка. Куда можно поступить? Как потом можно применить свои знания? С чем их сочетать? То есть я своим выпускникам стараюсь начертеть такую дорожную карту их развития. Кто-то интересуется прямо именно преподаванием, а кому-то я говорю, ты понимаешь, что эта тема достаточно широкая, что можно сочетать английский язык с какой-то профессиональной сферой и быть в ней более конкурентоспособным на рынке труда. Устраиваться на работу, скажем так, с более высоким доходом, с более высокой ответственностью. То есть состояться. Также вы можете, я думаю, вполне всем по силу помочь психологически настроиться перед важными какими-то событиями, мероприятиями. Как тренер готовит спортсмена, он же не только предоставляет ему комплекс упражнений, он занимается его питанием, его даже настроем. Он может ограничить его общение с родственниками, волевым решением, сказать, что сейчас не надо никому звонить, сейчас ты должен сконцентрироваться, настроиться. И помогает ему это сделать. В принципе, учитель, педагог это тоже вполне может сделать в рамках своих, ну скажем так, привычных повседневных дел. Еще хотел поделиться интересным опытом. Это наставничество в изучении иностранных языков именно в парах учащихся. Все мы знаем, что есть несколько механизмов реализации наставничества. Это когда наставник одного с тобой возраста, когда наставник разного возраста, да, какой более старший, опытный товарищ. Также может осуществлять наставничество ученик более успевающий над менее успевающим. Вот я сейчас хотела поговорить немножечко о том опыте, который связан с наставничеством в парах, когда один более успевающий ученик берет наставничество над менее успевающим. Как показал опыт и наблюдение, такой подход позволяет в более короткое время, более эффективно поглотить гораздо большее количество материала, чем это просто традиционное изучение английского в группах или в парах с необозначенными вами ролями. То есть важно вам самим обозначить роли в каждой паре, подобрать наставника к каждому отстающему ученику, поработать с этим наставником, сказать ему, что он должен будет делать, какая его роль, какая его ответственность, постараться правильно выбрать этого наставника. Это должен быть человек, ребенок с довольно развитой эмпатией, с чувством долга, справедливости, а также достаточно такой общительный, коммуникативный товарищ, другим здесь не справиться. Результаты какие у этого могут быть? А результаты, они только положительные. Это повышение академической успеваемости. По результатам учебного года успеваемость повысилась примерно процентов у 20-30 человек, это точно. То есть у третьей группы можно говорить смело. Это я говорю именно минимальный такой. Повышение интереса к предмету. То есть посещаемость тоже выросла. Меньше стали хотеть прогуливать. Повышение самооценки у многих ребят, которые раньше считали, что они ни на что не годятся, и что английский – это вообще не их. Вообще отстаньте от меня, я буду спать на задней парте. Ну а также рост мотивации. То есть начали уже хотеть что-то делать, дайте мне задание, а можно мне, пожалуйста, вот это подготовить, да, и вот об этом вам рассказать. То есть появились даже такие моменты, я их ценю на вес золота. Я думаю, вы тоже. И подводя итоги, хочется сказать о том, что, конечно, мы прошлись по верхам. Конечно, знакомство со всеми вот в ГОСами, нормативными документами, там вот эти номер ФЗ такой, сякой, третий, пятый, десятый, это я оставила вам на самостоятельном изучении. Потому что кто хотел более детально этой темой заняться, конечно, у вас будет возможность, если вы изучите вот те источники, которые вот есть в коротеньком списке литературы. Да? То есть какой можно сделать вывод? Несмотря на все вызовы современности, все пандемии, все санкции ограничения, у нас есть инструменты борьбы, инструменты достаточно надежны. Это внедрение смешанного подхода, а также элементов наставничества, обучения иностранным языкам. Что неизбежно приведет нас с вами к успеху. И надеюсь, я немножко вас вдохновила искать какие-то новые фишечки, новые подходы к своим ученикам, по-новому на них взглянуть, по-новому может быть более эффективно, оптимально распределить нагрузку. Вот, пожалуйста, я продубрировала список литературы на слайде. Вот. И если захотите, вы сохраните и презентацию, и список литературы также отдельно доступен в документе. Ну, также, как я еще и обещала в анонсе, я нашла очень хороший документ, очень хорошую разработку наших иностранных коллег, пока можно, мы пользуемся, тест, устный тест для определения уровня английского. Это очень удобно использовать с новыми учениками. Это очень удобно использовать в каких-то устных зачетах по итогам темы. Ну, и также для устной беседы, чтобы разговорить там, ученика, да, тоже можно использовать. Сохранить презентацию. Так, ну, я вроде открыла ее для скачивания. Я думаю, это, наверное, Татьяна подскажет. Вот. У меня на этом все. Если есть какие-то вопросы, пожелания, я буду рада их выслушать, прочитать, вернее, в чатике. Вот. А так, в целом, большое вам спасибо за внимание. Так, вопросов пока нет. Ну, хорошо. Хорошо. Всего доброго. Вот, работайте, братья, сестры. Спасибо. 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 Продолжение следует...